Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Вы знаете, за последний день внимание трейдеров снова с максимальным фокусом обращено на факт распространения коронавирусной инфекции. И каждый день, когда я просыпаюсь, друзья, я мониторю статистику по тому, что произошло в плане количества заболевших, летальных исходов. И сегодня я просто ужаснулся цифрам. Я думаю, что, может быть, многие из вас уже с этими цифрами также познакомились. Но количество заболевших, друзья, перевалило за 60 тысяч. 60 329 инфицированных. Еще страшнее цифры с количеством летальных исходов 1369. То есть за минувший день смертность возросла. И количество именно этих летальных исходов стало максимальным вообще за все время наблюдения за статистикой. Поэтому здесь стоит отметить следующее. Никогда не нужно говорить ГОП, пока не перепрыгали. Да, мы вчера положились на общий рыночный позитив, который присутствовал. Якобы вспышка близка к своему логическому завершению. Болезнь скоро будет локализована. Это, опять же, комментарии, которые были сделаны от представителей здравоохранения Китая. Многие их поддержали. И, в конце концов, это привело к локальному всплеску интереса в отношении рисковых инструментов. Но сейчас происходит ровным счетом наоборот. Я еще раз убеждаюсь, друзья, чем активнее нам пытаются навязать позицию того, что все хорошо, тем на самом деле все гораздо хуже. И причем я абсолютно уверен, что те цифры, которые я сейчас назвал, они также являются заниженными. Реальная картина масштаба бедствия, она куда более удручающая. Поэтому, друзья, хотим мы этого или нет, но сегодня нам снова придется продолжать работать с угрозой, которая нависла давно, уже больше месяцев назад над мировой экономикой. Но сейчас эта угроза проявляется во всех красках и во всех тонах и бьет по позициям риска. Предлагаю посмотреть на то, что происходит с нефтянкой 55-69. Мы очень много говорили о перспективах рынка нефти. Все заходили именно к этому вопросу с позиции того, что будет с мировой экономикой дальше. Много раз я уже приводил вам комментарии прогнозов рейтинговых агентств, банков относительно того, что произойдет с китайской экономикой в этом году. С точки зрения последствий влияния на нее распространения коронавирусной инфекции. Спад очевидный. Вы должны где-то отложить у себя это в голове, что китайская экономика будет замедляться в первом квартале, во втором, в третьем и вообще на протяжении всего 2020 года. Китай традиционно генерирует основной спрос на углеводороды и на все сырьевые инструменты. Поэтому, если, например, в вашем арсенале нефть, либо другие валютные активы, в данном случае валютные, которые зависят от перспектив спроса на сырьевые инструменты, например, австралийский доллар, то здесь вы должны строить только лишь долгосрочные короткие позиции. Без Китая не будет стабильного спроса на нефтянку. Кроме того, сейчас на рынке есть признаки именно и роста значительного предложения избытка. Я напоминаю вам комментарии Фатиха Бироле. Ранее мы их разбирали около месяца назад, то что избыток в этом году превысит 1 миллион баррелей в сутки. Накануне мы анализировали отчет администрации энергетической информации. Они понизли прогноз спроса на нефть на 0,9 миллиона баррелей. Это все также отголоски, друзья, падения спроса со стороны Китая. Запасы в США растут. Это негативный фактор. По данным администрации энергетической информации плюс 7,4 за неделю роста. В принципе, показатель очень неплохо бьется с той статистикой, которую ранее мы разбирали от Американского института нефти. То есть опасение за негативное влияние вируса на мировую экономику, на китайскую экономику логично. Это связано с падением спроса на углеводороды, снижение спроса на нефть в рамках всей мировой экономики, признаки избыточного предложения. И также, друзья, сомнения в готовности стран ОПЕК сейчас идти на какие-то проактивные меры по стабилизации цен. Потому что если бы они могли бы безоговорочно снизить дополнительно производство нефти, они сделали бы это, друзья, еще неделю назад. Например, после встречи технического комитета нужно было бы собраться на уровне министерства и обсудить этот вопрос. Ну, тянут как резину, собственно, эту дату встречи. Мы ориентируемся пока что на начало марта. Но я думаю, друзья, что позиция той же самой России останется непреклонной. Вы помните, что инициативу по снижению добычи в России не очень-то и поддержат. А если примкнут к новому пакту, то, наверное, в гораздо меньших объемах, чем хотелось бы Саудовской Аравии. Поэтому здесь, друзья, только лишь короткие позиции. По бренду я ориентируюсь на то, что снижение продолжится. Если вы согласны с моими аргументами, присоединяйтесь тоже к коротким позициям. Доллар иена 109.83. Индекс американской валюты растет. 100 пунктов почти уже рядышком. 98.89 это сейчас. Вчера Паул выступил в Конгрессе уже перед банковским комитетом. Ну, в принципе, речь та же самая, что и перед палатой представителей. Были данные комментарии о силе американской экономики, о стабильном экономическом росте, о стабильном росте на рынке труда. Да и в целом из этого трейдеры сделали вывод, что ФРС не будет снижать ставки, ну, по крайней мере, на текущем этапе. Сегодня мы ждем в 16.30 данные по индексу потребительских цен. По прогнозу, инфляция чуть подрастет. 2,4% мы можем увидеть в этом выражении с 2 и 3. Это позитивный отчет. Это еще один фактор поддержки для доллара. Но повторюсь, друзья, что в доллар и иене сейчас трудно определить дальнейший вектор движения, потому что две борющиеся силы. Это иена из-за спроса по причине распространения вирусной инфекции. Доллар, который может подрасти на фоне статистики. Лучше рост доллара отыгрывать против рисковых инструментов. Евро против доллара 1,0869. И прямо сейчас мы с вами наблюдаем минимумы с сентября 2017 года, друзья. Промышленное производство накануне, как и ожидалось, еврозона снизилась на 4,1%. Завтра темпы экономического роста, которые убедят нас в том, что валютный блок находится в предрецессионном состоянии. И поэтому стимулы новые не за горами, и евро останется под давлением. Фунт против доллара 1,2946 мы откатываем. Планка 1,30 так и не была взята. Мы сейчас претендуем снова на снижение в районе отметки 1,29. И дальше цель, которую я обозначал 1,2850. Промышленное производство, в отличие от темпов экономического роста, является предвестником слабости в восстановлении уже в первом квартале 2020 года. Сюда же добавляем последствия Brexit, сомнения в заключении сделки между ЕС, разумеется, и Англией. И вот, пожалуйста, фунт, который должен бить по фунту. И к тому же сейчас фунт будет поджимать еще вследствие укрепления доллара. И по австралийцу, друзья, не дождался я уровня 0,6750, продал с отметки 0,6730. И сегодня увидел прогноз S&P, который считает, что австралийская экономика в этом году просядет на 0,5% из-за последствий вируса и пожаров. Поэтому короткая позиция. Если вас интересует выгодный трейд до конца первого полугодия 2020 года, тоже рекомендую снова присоединяться к этому и продавать австралийцы вместе со мной. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.